Турниры по Mortal Kombat всегда отличаются своим накалом. Иногда на турнирах играть сложно, а иногда очень сложно. Как правило, чуть проще играть в отборочных турнирах, и чуть сложнее в финалах. Так, в отборочных турнирах от Рейна и Мегапуша я занял первое место дважды. Это позволило мне набрать определенное количество очков, чтобы отобраться на финальный турнир, в котором сойдутся лучшие игроки отборочных турниров. Много крутых матчей и нереальных камбэков удалось нам увидеть на этом турнире. И я как раз здесь, чтобы показать вам все свои матчи на данном мероприятии. Всем привет, меня зовут Арман Арен Кратос, и это мой путь на финальном турнире Boss Fight от Мегапуш и Рейна. Ссылку на их каналы я оставил в описании. И по традиции, если вам понравилось это видео, друзья, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Ну а мы начинаем, приятного просмотра! Первым соперником в сетке оказывается никто иной, как X-Ro Val. Val это опытный игрок из России, который участвовал на многих турнирах, среди которых есть и офлайн. Сигнал он играет за Синделл, но в этот раз он решил брать Саб-Зиро, потому что ему явно не нравится матчап с Шан Цунгом. С Val, кстати, я встречался на турнирах не один раз. Часто битвы оказываются очень ровными, а часто в одну калитку. Итак, Саб-Зиро против Шан Цунга. Val является одним из самых сильных игроков за Синделл в нашем регионе. Однако здесь он своего персонажа не верит и берет сразу же Саб-Зиро. И этому есть причина, как я уже говорил, этот матчап гораздо лучше, чем матчап Синделл. Хотя, по моему мнению, у Синделл имеются шансы выиграть Шан Цунга, и какого-то явного преимущества у Шан Цунга перед Синделл нет. Однако, наоборот, у Саб-Зиро есть кое-какие моменты, которые могут делать этот матчап в его сторону. Но, опять же, по моему мнению, Саб-Зиро не побеждает Шан Цунга, и здесь равный матчап. Итак, первый раунд я уже забираю, оставляю Val в углу, и у него большие проблемы. Начинается следующий раунд и проверяет меня с помощью тычки, а я кушаю нижний удар. Особенность Саб-Зиро, конечно, в его уроне. У него большой урон и неожиданность, то есть он играет от миксапов. Угадай, если можно так сказать. В Mortal Kombat есть два вида блока, нижний и верхний. Соответственно, если удар идет по голове, вы должны ставить верхний блок. Если удар идет по ногам, вы должны ставить нижний. И, как правило, в игре нету персонажей, у которых есть одновременно и верхние удары, и нижние. Такие быстрые, чтобы они не реагировались. Но Саб-Зиро, это персонаж исключительный, у него такие удары есть. Однако, все-таки, я считаю, что его удар сверху, хоть и очень быстрый, но реагируемый, если вы будете к нему готовы. Но, опять же, это будет требовать от вас хороший коннект, без лагов, соответственно, чтобы вы были сосредоточены. А тем временем, камбечит один раунд вал и уже 1-1 по раундам. Напоминаю, битва идет до трех побед. Победитель выходит в финал винеров и слайд. Ай-яй-яй, и еще один слайд. И заряжает сейчас сокрушительный удар вал. Не очень хорошая ситуация для меня здесь. И если я сейчас не угадаю, я могу потерять 32% урона на ровном месте. И посмотрите, еще и уход не удался. Рву бросок назад и очень тяжелая ситуация. У вала есть сокрушительный удар на подкате. Если он его сделает, мне конец. Нижний удар и все. Зона фотооблоу. Ошибка здесь будет означать проигрыш. Уход не удался. Пытаюсь восстановить немножечко здоровья, но восстанавливает лишь 2%. Этого недостаточно. Еще 2%. Усильная заморозка. И да. Буквально одно вскрытие и я труп. Так, это шанс. И ай-яй-яй, как не повезло здесь. Ситуация хуже не придумать. Одно вскрытие. И посмотрите, мой удар просто промахивается. Потому что Сабзиро пригинается своим нижним ударом. Последний шанс. У меня нету даже последнего вздоха. И это конец. В конце я сделал удар ногой в надежде, что он его скушает. Но он его не скушал. 1-0 в пользу вала. Падать в нижнюю часть сетки в начале пути это не лучшая идея. Тем более, когда вы считаетесь фаворитом на турнире. Итак, откидываю вала чуть подальше. И посмотрите, пока что выбор Сабзиро себя оправдывает. Как бы это ни было, Сабзиро это не основной персонаж вала. Но он работает. И работает также мой апперкот, который залетает в сокрушительный удар. Да что происходит? А-а-а! Что происходит? Подождите. Как будто Дезартед взял мой контроллер. Но нет, вроде все нормально. Апперкот промахивается. И я получаю заветный 275. Скольжение на вставании. Вот это скольжение, оно не реагируется. Нижний удар практически на весь экран. Именно поэтому Сабзиро не любит Mortal Kombat. Никто не любит против него драться. В углу находится сейчас вал. И мне нужно начинать свой прессинг. Вперед, 2, 4, 3. Влетает. И что дальше? Тычка. Угу. Посмотрите, ряд разменов мы совершаем. Но пока что эти размены не в мою пользу в новом раунде. Блокирую все атаки, кроме последней. Почему-то я ее скушал. Блокирую тычку. Это очень важный блок, который позволил мне забрать ход. Отмена суперкика. И пожалуйста. В этой вариации, которую я использую за шансунга, у меня есть ниндзя. То есть я могу превращаться в разных ниндзя. В Рейна, Эрмака и в Смоука. Да, у меня еще есть здесь Смоук. Но я его использую очень редко. Потому что одна ошибка. И Сабзиро вас заморозит. И Смокшейкер, он нужен просто, чтобы был. Да, такие приемы существуют. Приемы из разряда нужно, чтобы было. Чтобы противник боялся делать определенный прием. И ой-ой-ой. Оверхед, фэтау-блоу. Вот про это я говорил. Удар сверху блокируется только верхним блоком. Но как успеть поставить этот верхний блок, если он имеет скорость 19 кадров? 19 кадров, друзья. Игра идет в 60 кадров в секунду. Получается 19 кадров. Это 1 треть секунды. Это очень сложно. Очень сложно на это среагировать. Четверка. Наказываю. Вот здесь понаглел вал. Но зато он использовал свой брейковый. У каждого персонажа есть шкала метра. Вы можете это заметить снизу. Есть защитная шкала, есть атакующая. Атакующую вы, понятное дело, тратите на приемы, которые используются в атаке. А защитные, соответственно, в защите. И снова посмотрите. Удар сверху, как же он надоел. Я не могу его блокировать. Возможно, мне не хватает реакции. А возможно, наш коннект не такой уж и хороший. Но посмотрите, ситуация сейчас намного лучше. И я просто прыгаю и забираю эту игру. 1-1. Предыдущую игру я сумел победить за счет своих напрыжек. И это не удивительно, друзья. Шан Сунг это персонаж, у которого одни из самых лучших напрыжек в игре. Во-первых, Шан Сунг, когда прыгает, делает сальто. И из-за этого по нему гораздо сложнее попасть. Хотя и Саб-Зиро тоже делает сальто. Вы тоже это можете заметить. А во-вторых, конечно же, это скорость ударов. У Шан Сунга она достаточно быстрая. Удар ногой всего 8 кадров. Удар рукой 7. Практически самые быстрые удары в прыжке. Ну и область попадания тоже достаточно хорошая. Итак, прессинг в углу. Зажимаем вала. И посмотрите, я сейчас порвал бросок назад. Это достаточно сложно сделать. Или прочитать. Пытаюсь перебить его воздушную атаку. Не получается. Так, скольжение. Аккуратно. Видели, я прыгнул и скольжение промахнулось. Очень прикольно. Очень классно выглядит все это. Итак, первый раунд забираем. В третьей игре уже. И если мы победим сейчас, это будет 2-1. У вала уже не будет права на ошибку. Проверяет меня тычками и снова удар сверху. Да что ж ты будешь делать? Обычно я эти удары сверху блокирую. Но почему-то в этот день у меня не получается этого сделать. Что же такое, друзья? Напишите вы в комментариях. Вы можете блокировать этот удар сверху с Абзиро, если играете в игру? Я лично нестабильно. Итак, апперкот и подтверждение после апперкота, ребята. Где вы такое увидите? Только на нашем канале, конечно же. Тычка, спецприем. И кажется, вал к этому не готов. Да? Это 2-1, достаточно уверенно. Возможно, решающий бой в противостоянии с валом. Если мы побеждаем сейчас, мы выдвигаемся в следующую стадию. Именно по верхней сетке. Это означает, что у нас все еще сохраняется право на ошибку. Право на ошибку. Full Double Elimination. Это означает, что любой игрок на турнире имеет право проиграть хотя бы один раз. Даже гранд финалист. То есть, что это означает? Если вы попадаете в финал и проиграете в финале, это значит, что вы еще можете играть. И противник должен победить вас еще раз. Думаю, справедливо. Как считаете? Ибо каждый должен иметь шанс на ошибку. Даже если это игрок, попавший в финал по верхней сетке. Итак, снова прессинг в углу. И ай-ай-ай, дропаю комбу. Но не дропаю следующую. И это матч-поинт. Да, все верно. Он 326 урона. Большой урон. Против шансунга такие вещи кушать нельзя. Итак, проблемы у Вала. Он находится в углу. И я напрыгиваю. Промахнулась напрыга. Очень опасно. Вал играет. За это я его и наказываю порой. Посмотрите. Даже напрыгу, которую вот сейчас сделал Вал, я тоже мог наказать. И снести ему гораздо больше урона, чем если бы снес мне Саб-Зиро. Это особенность моей вариации против Саб-Зиро. Моя вариация наносит более 30% за урон, если я использую две шкалы атакующего метра. Именно поэтому за шкалой атакующего метра очень важно следить, если вы играете за шансунга. Не только за своей, но и за шкалой противника. Итак, снова прессинг в углу через броски. И выпрыгивает просто Вал. Подождите, это как он это сделал? Еще и наказал меня за мой промах. Этого просто не может быть. Хорошо, он дропает комбу, но это было обидно. Я потерял весь контроль в углу, просто позволив противнику прыгнуть и дропаю снова комбу. Да что ж происходит? Господи, как же мы ошибаемся. Я и Вал могли уже оба умереть, если использовали бы свои шансы. Но 78 хп остается у Вала. И какая же ошибка была сейчас от одного из самых известных Синделплееров, который сейчас играл за Саб-Зиро. Невероятно. Это 3-1, и мы выдвигаемся в следующую стадию. Огромнейшее спасибо Валу за игру. Это было действительно круто. Ставки повышаются, друзья. Следующий пройденник на сегодня это Китана Кан. Лучший игрок Украины. За самого лучшего персонажа в игре. Опасней просто и не может быть. Один интересный факт. Китана Кан, кстати, тоже был игроком за Синделл. И был тоже одним из самых лучших игроков за Синделл в своем регионе. Но время шло, что-то поменялось, и Китана Кан переключился на Цитрион. Еще раз, наверное, самого лучшего персонажа в игре, наряду с Джеки Брикс. Такой противник это всегда серьезно. С Китаной Кан мы играли на турнирах тоже не раз. И, кстати, Китана Кан нас, по-моему, тоже ни разу не побеждал. Хотя я могу ошибаться. Его Цитрион, конечно, очень сильный. И в этом нет никаких сомнений. Однако, посмотрите, всегда наши игры против Китаны Кан это кровь и пот. Здесь очень тяжело играть и ему, и мне, потому что это, можно сказать, тактическая такая медленная игра. Здесь я еще и использую сборочку с извержением пламени. У меня здесь нету большого урона, но зато есть лучший контроль дистанции. Но, понятное дело, контроль дистанции и зонинг у меня не может быть лучше, чем у Цитрион. Но зато может не отставать или, по крайней мере, пытаться догонять опции Цитрион. Итак, ветерки, и посмотрите, у меня снова меньше здоровья, чем у Китаны Кан. И ошибка. Пытался подойти и ловит меня на контратаке Китана Кан. Я рву захват. Пытаюсь жить так долго, насколько могу, но это просто тяжело. Цитрион, это как раз персонаж, который и сносит ваши оставшиеся ХП просто в блок. Да, это особенность данного персонажа. Она убивает в блок. Тычка попадает, и все. У меня уже вообще ничего не остается. И Цитрион побеждает. Первый раунд. Китана Кан забирает преимущество в начале игры. И это не очень хорошо. Вот пытаюсь зониться через трупы. Трупы наносят, кстати, хороший урон, но ими еще нужно попасть. А если вы промахнетесь ими, вас за это накажут. Итак, Пеньята. Не было усиленной версии. Я ожидал именно усиленной. У-у-у, тычка спецприем. Отлично. Вот дядя Оренкратос. Что он делает? Какая грязь, да? Ну, иногда на неждан нужно делать такие вещи, особенно если учесть, что у Цитрион не так много урона. И если я ошибусь, в принципе, я немного потеряю. То же касается и Китаны Кан. Ошибка не будет стоить большого количества ХП. Посмотрите, 209 за Камбу, но пытался прочитать захват, и нет, не удается мне это сделать. Зато удается сделать захват после своей же тычки. Две тычки подряд. Не ожидает. Это Китана Кан. Прессинг через плюса. И вау, вау, как влез он в мою ножку. Посмотрите, я стою на дистанции извержения пламени. Если Китана Кан двинется, и я сделаю в этот момент извержение пламени, я получу преимущество и хороший урон. Так, опа, прочитал, и нужно наказывать сейчас. Давай, фаттлблоу, нет. Ну, почему? Такой дурацкий фаттлблоу у Шансунга. Самый худший в игре. Ай-яй-яй, меня просто ограбили здесь. И еще и убили. Ой-ой-ой. 0-1, опять отлетаю, как и в матче с валом. Первую же игру отдаю. Как говорится, не свезло, друзья. В предыдущей игре действительно не повезло. Надеюсь, в этой повезет. Давайте попробуем начать гораздо увереннее, чем в предыдущий раз. И не получается у меня это сделать. Я уже практически половину ХП потерял. Ну, как минимум, больше четверти. Да, вот теперь точно половину уже потерял. И это очень плохо, терять половину ХП против Цитриона в начале. И тут особо ошибок-то даже не было. Я пытался прочитать, но все, не угадал. Граунд паунд и камыши. Камыши кидает меня. Цитрион. Пытаюсь догонять. Тычка попадает и не раскрывается Китана Кан. Ну да, игрок еще и с отличной защитой, друзья. Неспроста Китана Кан считается лучшим игроком в Украине. Опа, вот про это я говорил. Видели как? Встал на дистанцию чуть дальше двух метров. Использовал извержение пламени, но опять же, где урон-то? Урона-то не так много, у меня вариация с маленьким уроном, но с большим контролем дистанции. Опять встаю на дистанцию и вот, двинулся Китана Кан и я делаю извержение пламени то, что надо. Прессинг в углу, ну может повезет в этот раз. Захват и 20 секунд уже на таймере остается. Надо спешить и как он так прыгает? Делаю чистый блок только на канале Арнекратас. Делаю извержение пламени, 226 урона и нужно добить, не могу я это сделать, не получается. Ну как же так? Ай-яй-яй, и опять отдаю клач, обидный. Казалось бы, просто попасть, а чем попасть? Трупы долгие, извержение пламени не дотянулось, череп бы тоже летел долго. Ай-яй, как же не везет здесь тоже. Так, спрессинг теперь от Китаны Кан. И мне нужно что-то с этим делать, потому что вечно в углу находиться я не смогу. И хоть я и рву захват, все равно теряю много здоровья. Захват еще один. Немножечко здоровья здесь восстанавливаю. 2% буквально. И что? Как он это сделал? Просто между с парочками. Вау! Ну здесь, друзья, я уже ничего не могу поделать. он просто сыграл феноменально, божественно. Это невероятно сложно сделать между черепками или вот этими огоньками пролететь. Это жесть. И все, все, хп нету, хп нету, что я буду делать? Подожди, нет, все. Это 2-0, я уже лечу 2-0. Кошмар. Знаете, многие во время трансляции мне писали поменять персонажа. И как вы думаете, дело действительно было в персонаже? Мне кажется, дело было в том, что мне просто не везло моментами. Я проиграл 2 ключевых клатча. И мне кажется, рано или поздно должно же повезти. Поэтому я остался на шансунге. Мне кажется, этот персонаж, в принципе, неплохо играть в Сатрион. Нужно просто немного везения и хорошего старта. И как раз хороший старт в третьей игре позволяет мне взять преимущество по здоровью против Китаны Кан. Или как я его называю, Китаныч. Мне кажется, все-таки так будет лучше, ибо Китана Кан это не девушка, если что. Парню всего лишь 17 лет, насколько я знаю. И он не играет за Китану. Кому интересно это знать? Нет, он играет за Цитрион. Раньше он играл за Синдел, и у него есть еще карманная Джейд. Итак, наконец-то преимущество хотя бы небольшое. Чистый блок попадает, но только в размен. У Шан Цунга на самом деле чистый блок достаточно быстрый, всего 8 кадров. Если бы я его прожал чуть-чуть быстрее, то он бы не попал в размен. Пинята, и обычную пиняту делают стальные яйца у Китаны Кан. И посмотрите, 15 секунд на таймере, и я не могу добить. Я просто сижу в блоке, потому что одна ошибка будет стоить игры. Все. Отлично. Добиваю. В таких случаях нужно иметь терпение. Я знаю, что на таймере остается 15 секунд. Спешить некуда. Это Китана Кан должен спешить. А я просто буду сидеть в блоке, ждать подходящего момента и уверенно добью. Такс. Вперед 2, 3. Делает мне сейчас Китана Кан. Это серия с средним ударом. Очень сложно на самом деле блокировать. Если вы не будете готовы, вы это скушаете. И Китана Кан и его Цитрион смогут выйти на полное комбо. Итак, следующий раунд тоже не начинается для меня хорошим образом, но зато отличная читка захвата позволяет мне получить 293 против Цитриона. Это дофига. Еще и наказание Граунд Паунда лучше просто быть не может. Поймал небольшой кураж в данной игре. Еще и антиэрить пытается меня здесь Китана Кан. Не лучшая идея. И добить. Так, 45 хп. Вот снова мне нужно просто ждать момента. И да, телепорт здесь был читаем. 2-1. Возвращаем хотя бы одну игру. Поглядите-ка, Шансунг так и работает оказывается. Одну игру вот я сумел победить. Но посмотрим, удастся ли нам выиграть еще одну хотя бы. А еще, конечно, желательно две, потому что именно две мне нужно выиграть, чтобы победить в этом противостоянии. И нужен хороший старт. Я это не раз говорил против Цитрион. Всегда нужен хороший старт, потому что у меня в этом матчапе урона не так много. Фух, напрыгает Цитрион. Сейчас промахнулось. И куда, куда он полез после тычки в блок? Я этого совсем не ожидал, но интерактабл использует Китана Кан. 270 урона. Это даст ему больше урона, но выведет меня из угла. Что, конечно, спорно. Я бы на месте Китаны Кан оставил бы себя в углу, потому что Шансунг в углу немножечко страдает. В принципе, как и Цитрион, но у нее есть телепорт, друзья. В любой момент она может сделать телепорт и выйти из угла. Итак, напрыган ногой, тычка с парки и 208 урона. Неплохо. Зона Фаттл Блоу сейчас у Цитрион. Сейчас мне нельзя ошибаться все равно. Шейкеры использую. Вот он, Смоук. Долгожданный чистый блок. Ну, конечно. Конечно, ожидаемо было. Сделал чистый блок усиленной пеняты и забираю еще один раунд. Супер! Не даем Китане Кан выйти на матчпоинт. Если мы дадим Китане Кан выйти на матчпоинт, давление на нас увеличится. Вперед 2! Торнадо! Наказание тычки с помощью извержения пламени. И пытался сделать захват, но как вовремя он делает тычку? Тычка пригинается под захватом, верно делает Китана Кан. Но, если я пойду средним ударом в следующий раз, а Китана Кан сделает тычку, я уже буду в выигрыше. Пытался сделать смок, но видите, Китана Кан хитрый, он делает воздушные камни, чтобы они не попадали в этот шейкер. Грамотно, грамотно, друзья. Снова урон и лазерки, лазерки. Лазер, кстати, отнимает 70 урона. Это невероятно много на самом деле, потому что все снаряды в игре, большинство из них отнимают всего 60. А лазер, мало того, что имеет область попадания, просто сумасшедшую, скорость очень крутую, так еще и 70, то есть выигрывает по сути любой размен. В отличие от моих черепков, которые отнимают всего 60. Так, ой-ой-ой, какая ошибка была от Китаны Кан. просто на ровном месте скушал черепки и я забираю эту игру с удовольствием. 2-2. Что за камбэк мы хотим устроить? В простонародье это называется реверс 3-0, когда вы проигрываете 0-2, а потом делаете 3-2. То есть, по сути, вы делаете 3-0 три игры подряд, но после поражений. Самое обидное, конечно, чувство это выигрывать 2-0, а потом проигрывать 3-2. Я сам на себе это испытал на одном из крупных турниров, когда, если вы помните, ревайнд обыграл меня со счетом 3-2. Это было обидно. Лучше, конечно, проиграть, мне кажется, 3-0, чем 3-2. Хотя, кто знает? 3-2 все-таки это ближе и результат более близкий. Так-с. Снова прессинг в углу, делаю 2-тысячки на случай, если... Ой, посмотрите, как Китаныч! Он так меня уважает! Неужели он боится меня? Так много сидит в блоке! Это же Цитрион, друзья! Цитрион! Вы представляете, Цитрион вообще никогда в блоке не сидит. Она не должна вообще в блоке сидеть, но я так его напугал, что он сидит в блоке, и вот теперь я выхожу на матчпоинт! Китана Кан не сумел выйти ни на один матчпоинт после того, как он выиграл две игры! Что происходит? Неужели мне начало везти? Мне кажется, да, друзья, если вы помните предыдущие игры, которые я проиграл, мне буквально немного не везло. Я потерял несколько клачей и сыпался после этого. А здесь? Здесь, кажется, Китаныч уже начал играть очень зажато. Две тычки подряд! Все! Блок! Блок! Китаныч не знает, что делать! Я бросаю его назад, 130, бросаю назад, разумеется, чтобы Китаныч не сумел порвать захват, и было менее очевидно, в какую сторону я бросаю. Черепки и контр-зоник шансунга. Размен, только размен, но ничего, размен меня здесь устраивает, он мою пользу, и ой-ой-ой, осталось совсем немного, и вы это видели? Вы видели, как я заблокировал этот фото-блоу? Что? Я думал, я его уже скушал, я смотрел на этот момент на цитрион, потом посмотрел на шансунга, смотрю, я живой, и в этот момент я сделал труп. Труп наказал фото-блоу, и это 3-2 на характере. Китане Кан, спасибо большое за игру, а мы выходим в финал винеров, где я, кажется, встречусь со своим сыном. Следующий матч, конечно же, с Дезарта, друзья, это мой сын, это мой мальчик, мой лучший ученик, мой лучший студент, как бы я его не хвалил, конечно же, Дезарта, ребята, игрок, с которым мы встречаемся на турнирах постоянно. Через многое мы прошли вместе, вместе, можно сказать, мы учились, а потом я его усыновил. Правда, неофициально, но это вопрос времени. Хотя я, конечно же, ребята, шучу, Дезарта уже настолько взрослый, настолько сильный, что его и учеником уже нельзя назвать. Он порой и меня выигрывает. Тогда складывается вопрос, а кто здесь учитель? Дезарта и Скулман стали настолько сильными, что их уже нельзя назвать учениками. и более и более того, Дезарта уже сам имеет своих учеников. Все, мы стали дедом. Но да ладно, конечно же, ребята, лучший Саб-Зеро в мире, по моему мнению, это Дезарта, и он играет против нас в матчапе, который он сам прекрасно знает, потому что он сам игрок за Шан Цунга в прошлом. Итак, прессинг и Наза 2. Если вы помните, когда я играл с Валом, у меня не получалось заблокировать сверху, а вы знаете, Дезарта это игрок, который, если почувствует, что вы не можете блокировать удар сверху, он вас просто уничтожит. В сухую, спокойно. Вот, пожалуйста, снова я не блокирую удар сверху, и кажется, у меня большие проблемы. Что же такое в этот день произошло, что у меня просто не блокируются эти удары сверху? Ну ладно, попытаемся навязать свою игру через прессинг, но не дает подойти, зато, зато моя нога очень длинная, и я решаюсь потратить этот фотоблоу, супер дурацкий фотоблоу, который ты едва используешь в матче, лучше его потратить и надеяться, что ты сможешь сделать камбэк. Всегда, всегда лучше потратить фотоблоу Шансунга, его оставлять на следующий раунд не обязательно. Снова удар сверху, фотоблоу потрачен, раунд проигран, да пофигу, честно говоря, давайте пытаться в новом раунде. Фотоблоу это небольшая потеря для Шансунга, зато для других персонажей это потеря очень большая, особенно как раз для Саб-Зиро. Если Саб-Зиро теряет свой фатальный удар, при этом он проигрывает еще раунд, это сильно скажется на игре. Такс, тычка и захват. Обычно Дезартед рвет все захваты, причем не важно в какую сторону вы кидаете, но в этот раз он был не готов, будто бы. еще я знаю, Дезартед в этот момент включил какую-то музыку, что-то типа Шрексофона. Это музыка, где Шрек играет какую-то мелодию. Я не знаю, короче, это надо у него спрашивать, но явно это дает ему дополнительные силы, с помощью которых он может выигрывать своих соперников. Итак, прессинг и пытаюсь добить, но как... Подожди, а как это сделать? А вот, все. Аперкот промахивается. Не знаю, почему он сделал апперкот после МТ-джампа. Наверное, рассчитывал, что я буду делать чистый блок. Нет, в такой ситуации, конечно, чистый блок делать нельзя. Захват снова не рвет, удивительно. Я жду, когда будет Дезарт отрывать эти захваты. Посмотрите, сделал задержанный захват, чтобы он был не готов, но он все равно нажал мне туда тычку. Сокрушительный удар 350 на земле, это даже нельзя порвать. Микродак 1-1-4 залетает и не сжигает, не сжигает брейковый Дезарт и оставляет на потом. Он понимает, что я буду использовать свой атакующий метр и ему нужен этот защитный метр, чтобы дать сопротивление. Очень грамотное распоряжение ресурсами. Двойка и трессинг. Сноп, вот, вот теперь он порвал захват, да, рано или поздно. И опять удар сверху не блокируется. О, нет, чистый блок и снова он не рвет. Ой-ой-ой, и у него есть фатоблоу, друзья. У него есть фатоблоу, не важно, сколько у меня сейчас здоровья, 1% или 35% абсолютно не имеет значения. Одно касание и я просто труп. Не, это, это нереально сложно добить и все, все, я труп. Конец. очень крутое наказание на прыжки, друзья, я решил рискнуть, потому что я поставил ол-ин, черепки его не добивали, трупы его не добивали, ничего его не добивало. 1-0, снова проигрыш в первой игре. Количество клачей, которые я уже проиграл, просто зашкаливает. Парочку было с китаной Кан, теперь и с дезартоном. Что-то не так с хваткой, друзья, в последний решающий момент не получается мне добить оппонента. Но давайте посмотрим и сосредоточимся на следующей игре. Глядишь и повезет. Рано или поздно, я думаю, везение придет к любому игроку, который этого заслуживает. Итак, снова тычки и снова удар сверху. Что-то с ударами сверху. Не получается их блокировать. Ну да, как я и говорил, друзья, чтобы блокировать удары сверху, у вас не просто должна быть потрясающая реакция, у вас должен быть стабильный коннект. А коннект может отличаться в зависимости от оппонента. У кого-то хороший интернет, у кого-то слабый компьютер. Вы должны это примерно понимать. Итак, вперед 2-4-2 влетает и удар по ноге. Сразу же я отвечаю своими ударами своей серии, но дезарт был готов и заблокировал промах с помощью топорика, но этот промах по сути не наказать. Если вы попадете по топорику, это ничего не даст. Зато даст вот такой чистый блок неплохой. Уход не удался, думал, что дезарт будет захватывать меня назад. Удар ногой, я не верил, что дезарт это скушает. Снова проверяет меня ударами ногой, ай-яй-яй. Удар сверху, удар по ноге. Очень тяжело все это блокировать. Снова удары по ноге. прессинг теперь от дезарта. Опа! Ну что такое? Что произошло? Господи! Мы оба дропнули комбо, но в итоге мне удалось выйти победителем и точнее косм... Ой, просто ужас. Что это было? Просто кошмар, друзья. Я дропнул комбо и из-за этого снова проиграл клач. Не везет. Что-то, друзья, с ключевыми дуэлями в этой игре не получается выигрывать ключевые дуэли, то бишь клачи. А ведь это иногда самое важное. Конечно, лучше закрывать игры до момента, когда происходят клачи, но когда твои противники настолько сильны, то клачи порой не избежать. И проигрывать их всегда будет означать проигрыш в сете. Итак, прессинг в углу снова от дезарта и большие проблемы у меня сейчас здесь. Я в шаге от того, чтобы упасть в лузера. Дезарта показывает какую-то нереально страшную игру. Уход не удался еще и бросает назад. Как это порвать? Это просто невозможно. И вы, кстати, заметите, что дезарта использует в этот раз немного другую вариацию. Ту вариацию, которую использует вал. Обычно дезарта играет с воздушным топориком и с восходящим льдом, но в этот раз он берет глубокую заморозку. Возможно, он вдохновился игрой вала. Видя, что я не могу блокировать ключевые инструменты, можно взять сборочку, которая ориентирована на урон. В этом же есть логика, это же логично. Смотря на игру других игроков, вы учитесь не на своих ошибках, а на ошибках других. Это, кстати, достаточно хорошая мудрость, к которой бы я вам тоже советовал прислушаться. Итак, ну что, снова клатчевый момент, КВ, ХП у нас примерно поровну, но будет зависеть от того, что будет дальше, и супер. Вскрытие, сжигаем брейк-ауэй дезартеда, и прессинг в углу. Не решается делать чистые блоки, что? Тычка, как она по мне попала? Снова тычка попадает, и я в углу нахожусь. Ой-ой-ой, о, нет-нет-нет-нет-нет, снова клатч, клатч, только не это. Я уже понял, что клатчи в этой точнее, на этом турнире нужно что-то с этим поделать, потому что вечно блокировать не смогу, и это конец. Снова проигрышный клатч, не успеваю я заблокировать этот удар сверху, и это 0-3. Мы опускаемся в лузера. Вот так. Поздравляем дезартеда, конечно, нереально жесткая игра. Очень много возможностей упустил, друзья. Дезартед выходит в гранд-финал по верхней сетке, ну а мы выходим в финал лузеров. О, нет, только не это. Снова Китана Кан в финале лузеров, да как так вышло? А все просто, друзья, Китана Кан после того, как мы его отправили в нижнюю часть сетки, победил абсолютно всех на своем пути, и снова вышел в последнюю стадию, а точнее предпоследнюю, до гранд-финала. И, кстати, почему-то у меня первый бой записался без звука. Прошу прощения заранее. Следующий бой будет уже, если что, со звуком. Ну а я в этот момент уже менял несколько футболок, потому что они были все мокрые. Ну что ж, в прошлый раз я очень плохо начал с Китана Кан и уже практически сожалел об этом. Но в этот раз ключ к победе будет хорошее начало. нужно сделать так, чтобы не мы догоняли, а Китана Кан пытался догонять. Это то, что я держал в голове на этот момент и пытался сделать хороший старт, хорошее начало. Давайте посмотрим, получится ли у меня это сделать, потому что Китана Кан, напоминаю, играет за одного из самых сильных бойцов в игре и очень сложно против него противостоять. Плюс Китана Кан игрок очень фундаментально сильный, да? У него хорошая защита, хорошее понимание. Он отлично умеет читать противника, но при этом у Китаны Кан есть свои слабые места, которые я также уже приметил. Дело в том, что Китана Кан из-за того, что играет очень пассивно в защите, порой его можно зажать и мы это видели в последней игре против Китаны Кан в первом матче. Помимо этого, что я заметил, Китана Кан не рвет все захваты, то есть срывы захватов у него не настолько хороши, насколько хороши у Дезарта, к примеру. Хотя здесь уход от броска был хорошим, но посмотрим, что будет дальше. Снова я должен камбэчить. Старт не самый удачный, но подождите-ка, здесь ситуация вполне равная, хоть у меня и ХП гораздо меньше. Не забываем, что это Цитрион, но погодите, как он это сделал? Он прочитал мой захват и забирает первый раунд. Опять неудачный старт, да что ж ты будешь делать? С этими клатчами надо что-то делать, иначе мы рано или поздно проиграем и даже можем это сделать сейчас. Так, спрессинг в углу теперь от Китаныча, но чистый блок позволяет мне взять инициативу там, где я этого делать не должен. Тычка, двойная тычка? Вау, такого я точно не ожидал, я знал, конечно, что будет тычка, от первой увернулся, но то, что будет тычка еще и ногой, этого я точно не ждал, и два раза использует этот интеракт, да, знает Китана Кан, что этот интеракт не рвется, ой-ой-ой, еще и Лианы не удалось у меня заблокировать, ну, что ж такое, все, прессинг в углу, апперкот промахивается, и это отличный шанс перенять инициативу и зажать Цитрион в углу, и посмотрите, опять не угадывает Китана Кан, пытался сделать что-то неладное, дропаю комбу, и все, ситуация резко поменялась, теперь я взял инициативу, хотя как, как много ХП было у Китана Кан, он все потерял, и я жду телепорта здесь, я жду этот телепорт, ага, он сделал дальний, он сделал дальний, чтобы я его не ожидал, и аккуратно здесь, 20 секунд, телепорт, двойная тычка, и забираем, очень важный раунд, посмотрите на Шан Цунга, у него даже все лицо в кетчупе, от такого раунда, жесть, финальный раунд, лучи, эти лучи наказать нельзя, я могу наказать только обычные лучи, усиленные двойные, я наказать не могу, хотя, если я сделаю чистый блок, то возможно, у меня будет небольшое окошко, но это сделать сложно, я даже не буду этого пытаться, угу, возвратная контратака, обязательно нужно контратаковать, с помощью своего зонинга, то есть, вы видите, я кидаю свои черепки, это очень важно, чтобы Китана Кан не использовал свои контратакующие опции, это важно для контроля дистанции, он тоже так делает, он тоже использует лучи, чтобы я резко не подходил к нему, ой, ну что, ну куда, родной, ты пытался сантиэрить, лучшая напрыга в игре, дружище, антиэрить здесь нельзя, да, он опять попытался сантиэрить, но, дроп комбы, тихо, 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 стой, подожди, подожди, я не хотел дропать это комбу, стой, 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 Китаныч, аккуратно, вот так, вот так, фух, чуть, чуть, и я бы проиграл очередной клач, вот это уже другой разговор, вместо 0-2, мы получаем 1-0, в нашу поезду, в начале игры, вот так надо стартовать все матчи, но, давайте глянем, что будет дальше, потому что 0-1, это еще далеко до победы, и я уже заметил небольшие изменения в игре Китан и Кан, он уже использует свои камни гораздо чаще, что ж, давайте посмотрим, что из этого выйдет, так, бэкдэш пинята и лучи, угу, зажимаю себя в угол, и будет ли телепорт? Нет, он не делает телепорт, он знает, что я жду этот телепорт, грамотно, он знает, что я знаю, что он знает, как говорится, это, ребята, игры разума, это Mortal Kombat 11, здесь таких игр разума просто полно, или как иностранцы говорят, Mind Games, так, напрыгая, и, набивка мучачеса, ну, что, что, он наказал меня за это, да как так, это халява, это была халява, я потерял столько хп, просто на ровном месте, так же нельзя, обалдеть, я имел отличный шанс выиграть в этом раунде, но теперь у меня нету хп, нету чистого блока, и, да, 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 двойной удар по земле, такое прочитать просто очень тяжело, просто очень тяжело, да, вот так я и говорю, ребята, вот так я и разговариваю, так, лучи, контратака, и снова, он делает воздушный камень, я не могу его перебить со своим шейкером, что, апперкот, да как он, боже, это, это просто жесть, Китана Кан, он, он хочет мести, он хочет отомстить, он понимает, что проигравший вылетает из турнира, и ему очень важно выиграть, если он выиграет, он встретится с Дезартером в гранд финале, и Дезартер для него тоже очень неудобный противник, но подождите, мы же еще введем, мы еще не проиграли, хотя хп, конечно, все тает и тает, как все это камбэщить, я, честно говоря, без понятия, пытаюсь что-то придумать, но просто, все в блок идет, 105 хп остается, буквально 10%, и как бы я чистые блоки не делал, здесь будет очень тяжело, хотя я придумываю всякие чистые блоки, нет, все, попытка не пытка, бросок промахнулся, 1-1, попытка оторваться от такого игрока, как Китана Кан, неудачная, Китана Кан быстро же сравнял счет, и я не сумел взять даже раунда, нереально крутые читки, показал Китаныч, когда сумел взять клатч в первом раунде, сделав брейковей, и во втором, сделав апперкот сокрушительный удар, в этот раз мне нужно быть гораздо аккуратнее в атаке, чтобы такого больше не произошло, и аккуратнее в атаке, я могу играть с помощью инструментов на расстоянии, и это позволяет мне, позволяет мне получить преимущество, тычка, и конечно я даю свою тычку в ответ, потому что я знаю, как Китана Кан любит использовать, свои тычки, а потом сразу же идти в атаку, независимости от блока или нет, и посмотрите, опять клатчевая ситуация, если я сейчас ошибусь, нет, я уже не ошибусь, видели, Китана Кан отпустил блок, он попытался прочитать захват, но в такой ситуации, я бы точно захват не дал, это слишком рискованно, так, хорошее наказание, извержение пламени, это достаточно сложно сделать, тычка ветерки, и, как же много урона влетает просто в блок, даже от того, что я просто блокирую, у тебя шансун, конечно, имеет неплохой урон блок, но, конечно, не сопоставим с уроном блок цитрион, проверяю его с помощью черепков, вы можете заметить, что извержение пламени я использую гораздо чаще, теперь, потому что они, в принципе, безопасны, и можно проверять ими подходы противника, ой-ой-ой, какой апперкот, я же не делал захват, зачем он там апперкот дал, но это сработало, наказание, да, он постоянно наказывает мои черепки, после 1-1-4, дело в том, что иногда цитрион может там наказать, а иногда нет, в зависимости от дистанции, и я все надеюсь и надеюсь, что дистанция будет хорошая, и цитрион не сумеет наказать мой черепок, но каждый раз я ошибаюсь, хорошо, в этот раз я буду знать, черепки я больше делать не буду, они, в принципе, мне не нужны, мне нужен прессинг, который позволяет мне нанести 255 урона, наказание граундпаунда, Китаныч ошибается здесь, 185 урона, я получаю, так, вот видите, я черепок не отменил сейчас, хотя имел шанс, потому что за черепки я уже получал в морду много раз, хватит с этого, думаю, пора играть более осторожно, черепок, и вот это наказать сложно, вау, 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 перебил как контратакой, черепки снова, использую безопасные инструменты на расстоянии, потому что могу, но, я не пытаюсь ими спамить, вы, наверное, спросите, а почему я не использую их нон-стопом, тогда бы я получал преимущество, а, друзья, вы же не забыли, что у Цитрион есть телепорт, одна ошибка, телепорт, и я проигрываю раунд, поэтому, сильно много, этим зонингом, спамить нельзя, итак, один черепок буквально, и ошибка от Китаны Кан, а я сейчас вам объясню, дело в том, что черепок отнимает 60 урона, а у Китаны Кан было 54 хп, так что фотоблоу был ошибочным решением, он просто бы там не сработал. Потные игры продолжаются, последнее, что хотелось бы, это выйти на счет 2-2, лучше, конечно, завершить матч сейчас, со счетом 3-1, и спокойно уже выйти в гранд-финал, но погодите-ка, это же Китана Кан, который поменял вариацию, а на самом деле, ребята, Китана Кан не менял вариацию, он взял другой костюм, у Цитрион только одна вариация, другие просто брать не нужно, самая сильная вариация на все случаи жизни, зато костюмы разные, это на самом деле грамотное решение, знаете почему? Потому что в зависимости от арены, вы можете взять подходящий костюм, который будет сливаться с ареной, сейчас Китана Кан взял зеленый костюм в красной арене, что я считаю не лучшее решение, потому что мне кажется, у Китаны Кан есть красные костюмы, из-за которых его удары будут немножечко сложнее увидеть, итак, прессинг в углу, очень много урона, 278 для Цитрион, это много, итак, ухожу из угла, и делаю захватик, теперь, теперь, столько хотел сказать, теперь моя очередь, и все, нет, не моя очередь, это же, как, как я могу получить свою очередь, вот таким захватом, 20 хп, хилю себе, но все еще, все еще надо догонять, телепорт будет, ой-ой-ой, хорош, он так круто сейчас играл, дело в том, что я сейчас сделал напрыгу ногой, обычно он всегда антиэрил эту напрыгу ногой, вы же помните это, но в этот раз он не с антиэрил, и заблокировал ее, а поскольку он заблокировал, он получил возможность сделать ход, и бросил меня, в противоположную от угла сторону, еще и апперкот делает, еще и читает мой брейк-авэй, очень много читок сейчас совершает кита на кан, просто не угадываю ничего, но по хп все-таки не так плохо, да, вроде ничего не угадал, но брейк-авэй меня засейвил, плюс низкий урон цитрион, и я все еще в игре, тычка, так, я не делаю захват, делаю его лишь с задержкой, но это тоже не работает, потому что боюсь делать захваты, друзья, кита на кан меня уже за это наказал, и вот, пожалуйста, телепорт, и это практически габела, очень много проблем, 490, контратака, и просто сдул, сдул меня кита на кан, 2-2, последний матч с китаной кан, перед тем, как сыграть этот матч, я немного подумал, что же можно сделать, что же я делал не так, и знаете что, я остался на шансунге, я взял эту же вариацию, я не стал ничего менять, я лишь подумал, а вечно ли сможет кита на кан делать такие крутые читки, делать апперкот, и вот я думаю тоже, что нет, поэтому я могу играть более пассивно, через инструменты в нейтрале, и использовать бросок гораздо реже, и это пока что приносит плоды, кстати, посмотрите на одежду китаны кан, вот про это я как раз вам говорил, арена зеленая, китаныч немного даже сливается с этой ареной, и его немного сложно увидеть, так сказать, маскировка, вот так, но здесь уже мне будет не сложно добить, да, и еще и оставлять китану кан в углу, 1-0, матч поинт, выигрывая сейчас, мы выходим в гранд-финал, к дезартеду, использую интерактабл, чтобы не терять контроль, и оставляю китану кан в углу, вы ребята, когда если играете, в mortal kombat, вы всегда должны понимать, а действительно ли дело в персонаже, иногда дело в том, как вы сыграли, а не в персонаже, но иногда действительно персонаж не тащит, или нужно кого-то поменять, потому что вам некомфортно, но это был не тот случай, шансунг мой основной персонаж, здесь его менять было бы немного нелогично, здесь нужно просто поменять стратегию, и эта смена позволяет мне уже получить преимущество во втором раунде, и это практически конец, 185 урона осталось просто добить, и да, контратака, и китана кан буквально ничего не сумел сделать в последней игре, что же пошло не так, а вот я вам скажу, ребята, ничего, просто немного нужно играть по-другому, чуть-чуть меняешь свой стиль, и к нему надо снова привыкать, а времени на это не так много, мы выходим в гранд-финал к Дезартеду, где мы должны сделать ресет сетки, о, великий Дезартед, пощади же меня в этот раз, на самом деле, друзья, ситуация совсем не очень, поэтому я беру Цитрион с самого первого матча, я подумал, что если я не могу реагировать на его удары сверху, значит я возьму Цитрион, которая будет держать противника на дистанции, и не позволит Саб-Зиро выйти на ситуацию, где он может сделать удар сверху, но это все лишь работает на бумаге, а на деле все, конечно же, иначе. Выиграть Дезартеда два раза подряд! Ребята, я, честно говоря, не припоминаю, кому это вообще удавалось. Но я не я, если не попробую, не так ли, друзья? Давайте посмотрим, мало ли повезет. Итак, сразу же захват, и пытаюсь держать противника на дистанции, вы можете заметить. Каждая атака моя, откидывая Дезартеда далеко, лучи, пиньята, это ветерки, но у него есть всегда инструменты на все случаи жизни, что это делает Дезартед, непонятно. Откидываем с помощью ветерков, лучи, рвем захваты, вот эти подходы самые опасные. Почему-то нету подтверждения в лучи, но зато есть граунд паунд. Два метра сейчас сжигаю, и... Слушайте, не такое уж и плохое начало. Ой-ой-ой, очень опасно. Чуть не наказал мою тычку. Снова сдуваем противника. 70 хп, или сколько? 60 у него остается. Осталось просто добить. Осталось ведь просто добить, да? Осталось просто добить! Нет! О, я труп! Я труп, ребята, это конец. Вот, пожалуйста, снова удар сверху. Как бы я не пытался маневрировать, но ад вперед. Два уклониться просто невозможно. Снова клатч, который забирает дезартед. С клатчами у него все в порядке. В этом плане он очень хорошо закален. Психологически дезартед очень крут. Ну а здесь я, в принципе, психологически не сказать, что был как-то подавлен, или что, ребята. Наоборот, я искал все способы уйти от этого вперед-два, но было близко практически. Здесь меня можно было наказать, но простил меня дезартед, и зато не простил за вот это. И все, пошел прессинг в углу. О, да-да-да, снова удар сверху. Все, почувствовал кровь дезартед. Понимает, что не получается у меня блокировать эти вперед-два. Кто-то в комьюнити говорит, что, ребята, я один из немногих игроков, способных реагировать на вот этот удар сверху Саб-Зиро. Я вам скажу, возможно, но только, ребята, при определенных условиях. Иногда бывают дни, где вы не можете блокировать этот удар сверху, а иногда бывают дни, где вы спокойно это делаете. Это нормально, но ненормально то, что я снова лечу 0-1. Возвращаюсь я на Шан Цунга. Пик Цитрион себя не оправдал и нужно будет что-то делать. Вообще, Шан Цунг в целом у меня работает против Саб-Зиро не так плохо. Последние разы я с дезартедом встречался как раз за Шан Цунга. И там Шан Цунг проявил себя не так уж и плохо. Итак, 304 урона в самом начале и большие проблемы. В принципе, особенность Шан Цунга против Саб-Зиро это в его уроне. Шан Цунг не уступает Саб-Зиро по урону, а где-то даже может превосходить. Но только в исключительных ситуациях. Например, вот в таких, где Саб-Зиро делает лишь 259 урона, потому что сборка такая, а Шан Цунг делает гораздо больше. Итак, уход от броска и отлично, чуть не подтвердил. Оверхед, удар сверху. Да не удается вообще. Надо, мне кажется, угадывать эти удары сверху, попробовать. Почему бы нет? Тройка голая попадает и Дезартед забирает этот раунд. Да, в одном шаге Дезартед от того, чтобы сделать уже 2-0 и лететь 0-2. Это очень плачевно против Дезартеда. Особенно если учесть, что Дезартед находится в верхней части сетки, что означает, его надо выиграть два раза. Это да. Это сила Шрексофона, друзья. Опа. Четверочка попадает. Странно тут Дезарт. Почему не ожидал эту четверочку? Вот здесь уже ожидал. Одна ошибочка, 320. Наказание за промах со слайда. Смоук шейкер. Поменял сторону таким трюковым способом. А почему бы нет? Тихотопорик выигрывает воздушную дуэль. Как же не повезло. Пытался сейчас наказать, но не успел. Очень напряженная ситуация. Зона Фантау Блоу 1. Одно вскрытие, и я труп. И я просто воистину труп. Ну что, будет это вскрытие? Или же мне удастся здесь? Опа. Да, 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 да. Удалось перепрыгнуть. Ошибается Дезартед? Не знаю, чего он здесь боялся. Просто напрыгивай на меня. Убивай. Нет, что-то испугался как будто. Может быть, переуважал слишком сильно. Так. Голый Рейн. И да, разводочка. Но подождите, дропаю кому-то. Как же так? 159 урона всего. Я бы мог сделать 370. Это большое упущение. За такое меня могут уже не простить. Четверка. Меняю угол. И снова удар сверху. 139. Не так болезненно. Можно жить. Контроль дистанции. Уход не удался. Бросаю вперед. Восстанавливаю себе 2%. Опа. Опа. Неужели? Неужели вскрытие? Аперкота не было. Не ожидал, что он будет прыгать. Поэтому апперкот я здесь не сделал. И так. Очень много прессинга. Что? Что? Он это подтвердил. Да ладно, стычки. Нет, 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 нет. Все. Это конец. Он сейчас делает сокрушительный удар. И я труп. Нет, стоп. Капелька хп. Ну, что эта капелька даст, друзья? Ооо, да ладно! Неужели это добьет? Это добьет что? Наконец-то я взял клач. Такое может быть. Ребята, я взял клач. Ну, за такой лайк, друзья. И подписка. Клач. Хоть один, но выиграл. Окей, 1-1. Ошибка. Дезарта, да. Дезарта дал слабину. Это можно использовать. Поскольку Дезарта оказался не непобедимым, я попытался давить еще сильнее. 260. Не так уж и плохо. Особенно если учесть, что в принципе в этот момент я не испытывал никаких нервов, ничего. Играл в свое удовольствие. И пытался показать свою лучшую игру. А там уже будь что будет, как говорится. Неплохое начало этого раунда. Однако все преимущества я моментально теряю. Зато есть брейковый, который спасает меня в определенных ситуациях. И тычка, спецприем. Чистый блок. Еще одна тычка. Ооо, да-да-да. Я уже очень нагло начинаю играть. 1-1-4 я делаю два раза подряд. За это меня нужно наказывать. Слишком нагло играю. Но иногда нужно, ребята, играть нагло. Иногда нужно играть так неожиданно, чтобы противник был к этому не готов. И вот неожиданно влетает удар ногой. И забираем раунд. Получаем даже небольшое преимущество до ресета. Неплохо. Но этого далеко еще до победы. Снова наказание тычки. Подождите. Это что? Арен Кратос поймал кураж? Да этого не может быть. 335. И большие проблемы теперь у Дезардада. Уход не удался. Обалдеть. Как же выпытаться из этой ситуации? Просто апперкот. Я еще и читаю высокий удар. И это добивка. 2-1. Очень уверенная игра. Я сам удивлен. Выиграв сейчас, я сделаю ресет сетки. И я уверен, это не то, что Дезардад хотел бы увидеть. Итак, хорошее начало снова в следующей игре. И антиэр потрясающий. Можно подтвердить. В 260 урона. Мне так уж и мало. Снова напрыгивает. Да, я начал играть гораздо увереннее. А Дезардад, напротив, начал играть достаточно зажато. Но знаете, что я вам скажу, друзья? Времени на адаптацию все равно в преимуществе именно у Дезардада. Поскольку он находится в верхней сетке. Он может проиграть. И его нужно выиграть аж 6 раз. А меня всего 3. Поэтому здесь у него небольшое преимущество есть. Хотя как небольшое? В верхней части сетки игрок всегда имеет преимущество в финале. И я считаю, это заслужено. Итак, пытается... Блин, неужели он этот камбэчит? Только не надо этого делать. Пожалуйста! Нет, все нормально. Друзья, когда вы играете в Mortal Kombat или в какие-то другие соревновательные игры, всегда не расслабляйтесь и добивайте противника, так сказать, дожимайте. И не давайте слабину. Иначе противник может это ощутить, почувствовать и, соответственно, надавить на вас. Именно поэтому много раз я клачи отдавал в предыдущих играх. Но здесь пока что Deserted, кажется, клачи отдает. Немного везет здесь. И да, здесь я уже слишком нагло попытался сыграть. Сделал вперед 2-4 RMK. И если бы Deserted сделал там чистый блок, то я бы получил хороший урон. Уход от броска. Да, у Deserted потрясающая реакция. Его очень сложно захватывать. Ну, а что вы хотели, ребята? Моя школа, как говорится. Ладно, шучу. Такое сделаю. И вот, 265 урона. Снова прессинг. Нету подтверждения. Понимал это Deserted. И не стал усиливать свой айсбол. Так, проверяю. Ножкой упал. Вовремя я отменил. Если бы я сейчас не отменил, это было бы плачевно. И все. Добило. Это ресет сетки. 3-1 побеждаем Deserted в гранд-финале. Но счет снова становится 0-0. Вот теперь уже точно финальный матч. Жидкости в организме уже не осталось. Все ушло на пот. И потно мы продолжаем играть вместе с Deserted. А точнее против Deserted. Итак, наказание на прыжки. Ииии... Да, рейнкик. Прессинг сейчас от Sub-Zero. Неплохой прессинг. Неплохой урон. Отмена рейнкика. Ай-яй-яй. Прямо на ручку напоролся. Вот это было неудачно. Вот это матчи. Оу, апперкот. Воздух перекрыт. И хорошее подтверждение. После таких матчей всегда ощущение, что мы поиграли в действительно крутой Mortal Kombat. Люблю смотреть такие матчи. Играть, конечно, их очень потно. Но зато для зрителей это, мне кажется, всегда интересно. Ух. Побеждаем в первом раунде. Новой игры. И что придумает Deserted на этот раз? Так. Ой, да-да. Подловил меня на отходе назад. Очень хорошо рассчитал дистанцию своего топорика. А я напротив. Не рассчитал. Зато сделал апперкот. Прочитал здесь Interactable, который находится прямо возле меня. И сделал урон 400. Не так уж и мало. Так. Наказание апперкота. 275 урона. Не такой уж и плохой урон. Плюса. Черепа. Черепа. Ай-яй-яй. Наказание моей напрыгит. Да. Очень хорошо наказал. И сжигает сокрушительный. Точнее, фатальный удар. Сейчас будет очень опасно. Да. Буквально одно вскрытие. И я труп. Все преимущество. Пошло Кратос Блоу. Нет. Вы же... Блин. Он просто знает. Понимаете? Он знает. Потому что мы с ним много раз играли. Он знает, что эта техника, которую я использую. Очень часто. Кратос Блоу попадает всегда, друзья. Если он не попадает, то это не Кратос Блоу. Это лишь попытка. Жалкая попытка. Четверка. Наказание. 180 урона. И... Оверхед. Да. Понимает, Дизарт, с каких атак надо играть. Что нужно использовать. И пытался здесь нажать апперкот. Но он не попал. Очень опасная ситуация. И... Да. Вскрытие через вперед. 2-4. И... Нужно просто добить. Но это самое сложное. Добить Дизарта на таких хп. Так. Пытался здесь прочитать. Оверхед. Не угадал. И... Ну все. Это большие проблемы. Теперь я в зоне одной комбы. Что? Нет. Нет. Я не делал рейнкик здесь. Это инпут эррор. Это был черепок. Это конец. Хп просто не остается. И снова удар сверху. Отдаем обиднейший клатч в противостоянии. Если бы там вышел черепок, а не рейн. То все могло бы быть иначе. Очень жестко. Крутой камбэк был от Дизарта. И конечно смешные ошибки от нас. Ну, инпут ошибки это, ребята, то, с чем бороться слишком тяжело. Потому что вы играете на геймпаде. Вы должны нажимать кнопки. Если палец соскользит как-то неверно, то все. Итак, продолжаем. Начинаем следующую игру. 1-0 после ресета. В пользу Дизарта. И слайд попадает. Встречает меня своими короткими, но быстрыми ударами. И снова напарывается на мою ногу. Очень часто напарывается на мою ногу Дизарта. Так, вперед 2-4-2. Прессинг в углу. Ну, да, защита просто невероятная, друзья. Не могу вскрыть. Ну, как бы я ни пытался, защита не дает никакой слабины. Да, пытаюсь использовать различные разводки. Причем самые жесткие разводки использую. Вот, наконец-то. Одна из разводок дала вскрытие. Открытие. Чистый блок. Не добиваю. Да, 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 да. Здесь я сыграл очень аккуратно. Присел. Посмотреть, что будет делать Дизарта. Он сделал апперкот, но бросил я из угла. Честно говоря, я бросил из угла в надежде на то, что он будет пытаться рвать захват. Я не надеялся на то, что этот захват будет как наказание. О-о-о-о! А что? Иногда можно, друзья. Я вам говорил. Иногда нужно играть неожиданно. Играть как Мешер. Играть как какой-то новичок из боевой лиги Mortal Kombat. А почему бы нет? Иногда это дает плоды. Особенно, когда Дизарта играет против нас. Он не ожидает такие вещи. Вот лично я, например, ожидаю от Дезарта такие вещи. Потому что Дезарта, наоборот, он и славится такой игрой. 319 слайд. Ну да, здесь просто нужно камбэчить. И не даёт камбэчить Дезарта. 1-1 по раундам. Хотя шансики были. Вскрой я один разочек, может два. Возможно, был бы шанс делать такой же камбэк, который Дезарта сделал в предыдущей игре. И посмотрите, какая реакция на стаггеры. Как бы я не пытался его ловить на этом. Но он очень спешит порой. Вы видите, Дезарта иногда спешит и из-за этого кушает лишний урон. Вот, например, 350. Как сейчас, удар сверху, он не блокируется сегодня. Не блокируется, это просто невозможно. Так. Нет, нет, не получается у меня этот удар сверху заблокировать. Друзья. Благо дропает Дезарта. Мне кажется, он мог бы меня закончить еще раньше. Вот, наконец-то. Один разочек я все-таки заблокировал. Мне кажется, Дезарта уже начал проверять мою реакцию. Чисто типа, попробуй, Арманчик, заблокируй это. Неплохо, неплохо. Но, мне кажется, стоило, конечно, чередовать. И труп. Ох, как заходит. Специально я сделал труп вместо черепка. Потому что черепок будет поглощен усиленной заморозкой. А труп нет. 1-1 после ресета. А ведь могло бы быть 2-0. Отец и сын сцепились по пиане. Устроили драку. И счет у них 1-1. Продолжается драка. Ни один из них не хочет уступать. Хотя, говорю, ни один из них. Но это играл я, ребята, за шансунга. Надеюсь, не слишком очевидные вещи я говорю. Итак, посмотрим. Последняя стадия. Только 2 игрока осталось. Остальные уже вылетели. Чистый блок. Потрясающий чистый блок от Дезарта. И, да, очень сильно прибавил сейчас Дезарта. 309 урона. О, еще и влезает мою отмену рейнж суперкика. Оверхед. Вездесущий оверхед. Нет. В этот день, друзья, что-то произошло либо в моей голове, либо в компьютерах наших игроков. Я не знаю, но оно просто не работает. Не блокируется. Итак, назад 3-2. Я уже начал угадывать и начал кушать нижние удары. И это просто не подходит. Так, хорошо. Аперкот. Слишком нагло сейчас пытался сыграть Дезарта. Или что он там пытался сделать? Квейхоп-бросок. 1-2. Прессинг. Проверка через тычки. Ух, хорошее подтверждение. Аперкот. Есть подтверждение. Но Дезарта это понимал и сделал брейк-авэй. Все, снова оверхед. И... А почему не добил? Почему не добил? Не знаю. А вот я здесь добью. Оверхед попал. Но Дезарта не поверил, что я скушаю его. А ведь зря. Можно было догадаться, что в тот день, когда мы играли, эти оверхеды, они... Ну, так сказать, не блокировались, да? И можно было обузить их чаще. Хотя в предыдущей игре это было опасно. За счет этого Дезарта в предыдущей игре и проиграл. Может поэтому он перестал так делать? Не знаю. Держу на дистанции с помощью черепков. И отличная читка моего захвата. Приходится сжигать брейк-авэй. И теперь у меня нету брейк-авэя на то, чтобы его потратить на потенциальную камбу с оверхеда. Не докатился! Вы видели? Я ждал этот слайд, но он не докатился. В итоге я скатился, а он не докатился. Вот дает. Приманка на бросок, а у Дезарта да брейк-авэй есть. Он тут как тут. Только не оверхед, пожалуйста. Неужели он его сделает? Нет? Кстати, посмотрите ситуация какая. У Дезарта да 320 хп, но я не хочу дать ему зону фаттлблоу, поэтому я ему ничего не нажимаю. Посмотрите, я не делаю ему урон в блок. Я просто хочу, чтобы он не вышел на зону фаттлблоу. Потому что если он выйдет на зону фаттлблоу, он меня уничтожит. Но так и приходится мне это делать, потому что защита здесь не дает сбой. И Дезарта сделал самую грязную разводку, которую он мог сделать в этот момент. Тычка бэкдэш. Да, такое читается очень сложно. На самом деле Шан Цунг имеет шансы перебить это с помощью вниз 3, либо вниз 4. Но в этот момент я сделал захват. Совершенно не ожидал. Поэтому 2-1. Красавчик Артур выходит на матчпоинт. Возможно, последняя игра, друзья. Дезарта на матчпоинте, можно сказать. И здесь мне нужно выиграть два раза Дезарта, чтобы победить на турнире. Что, конечно, сделать невероятно сложно. Сразу же отличная читка от Дезарта. Он делает хорошую комбу на 300 с чем-то урон. Да, 330 урона. Еще и заряжает свой сокрушительный удар на слайде. Да, играя против Саб-Зиро, вам не только нужно следить за тем, какие комбы делает Саб-Зиро. Но еще вам нужно держать в голове, а заряжен ли у него сокрушительный удар на подкате. Пока что Саб-Зиро сделал лишь один усиленный подкат. Это я в голове держу. Значит, нужно еще один, чтобы зарядить сокрушительный удар. Вот второй, но он его не доделал. Не доделал, а вот теперь доделал. Да, вот теперь два. Теперь у него есть сокрушительный удар на подкате. И ситуация все сложнее и сложнее. Тычки. Здесь он использует свой брейк-эвэй. Имеет шанс на ошибку. И осталось подловить. Один разочек. И ему, и мне. Кто же это будет? Смотрим. Да, он очень аккуратно играет. И все. Подкат буквально. Нереагируемая атака. 320 урона. Шансов просто здесь не было. Либо я сидел в блоке. Либо я двигался и пытался маневрировать. Наказание моей напрыжки. И очень-очень тяжело. Дезартер почувствовал кровь. Мой сын. Посмотри, что творит. Ууу, хорош. Такс. Урон. 294. И просто вылезает из угла с помощью интеракта. Блот, друзья. Этот интеракт мог бы сыграть именно мне на руку. Но нет. Он сыграл на руку Дезартеру. Такс. Хорош. Отличная реакция на стайгеры. И вот. Ситуация здесь гораздо сложнее теперь. Чистый блок. Ох, какой чистый блок. Полегче, полегче. Я еще жив. Еще жив. Пытаюсь что-то сделать. И нет. Это все. Это добьет. Нет, не добила. Но Оверхета точно добьет. И Дезартер побеждает на турнире Boss Fight. В финалах Мегапуша и Рейны. Поздравляем. Знаете, вообще не обидно, честно говоря. Потому что матчи. Матчи получились очень классными и интенсивными. Прямо можно поменять несколько футболок. И ради такого, честно говоря, мы и любим Mortal Kombat. Это было действительно круто. Красавчик, Артур. Ну, а на этом все, друзья. Пишите в комментариях, какой матч вам понравился больше всего. И если вам понравилось видео, друзья, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Мы увидимся уже совсем скоро. Не скучайте, не болейте. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok